Eastern Union. Зарабатывайте на зарубежной недвижимости. Получайте деньги каждый день. Это проще и выгоднее, чем ходить на работу. Ссылки в описании. Специально для портала ЯРБЛ обучающие видео, как решать неравенства и рациональные для учащихся 10-11 классов. Рассмотрим на примере решения неравенства. Корень квадратный под коренное выражение 10 плюс х минус х в квадрате больше или равно 2. Это неравенство будет равносильной системе. 10 плюс х минус х в квадрате больше или равно 0. И второе, когда мы обе части возводим в квадрат, то есть избавляемся от рациональности. Сначала взяли под коренное выражение, сравнили с нулем. Теперь у нас возведенное в квадрат неравенство. Так как мы левую и правую часть возводили в квадрат, поэтому 2 в квадрате 4. Получили систему неравенства, наше исходное. Давайте ее обозначим цифрой 1. У нас будет равносильно системе. Обозначим ее цифрой 2. Так как каждое решение второго неравенства системы является решением первого неравенства системы, то эта система равносильно одному второму неравенству. То есть можем записать 10 плюс х в квадрате, простите, вот здесь опечаточка, плюс х и минус х в квадрате больше или равно 4. Следовательно, это неравенство. Равносильно наше неравенство. Это равносильно неравенству, которое мы получили. Давайте отметим, что оно будет третьим. Решая это последнее неравенство, нами полученное как квадратное уравнение, мы находим, что х у нас находится в интервале от минуса 2 до 3, так как решением этого квадратного уравнения является корни 2 и 3. А минус 2 и 3. Значит, таким образом мы можем сделать вывод, что решением нашего неравенства являются все значения х от минус 2 до 3 включительно. Ответ. Х находится в промежутке от минус 2 до 3. Иррациональное неравенство решено.